всем привет вы на канале industrial tool и сегодня у нас сразу 6d вольтов это гайковерты модель dcf 880 здесь больше лучше видно все они с различными симптомами на одном была скоба 9 снял и мне дали один аккумулятор 18 вольт аккумулятор у нас старенький 2017 года ну и давайте по-быстрому пробежимся по ним и посмотрим какие симптомы у каждого начну с первого вообще не включается и вставили сразу загорается фонарик кнопка заклинила что-то там механическая это поломка его разбирали уже скорее всего разбирали просто тупо неправильно собрали этот реверс не правильно ставили наверное посмотреть для того чтобы посмотреть что с ним следующий кстати на некоторых на некоторых имеется дата выпуска двадцатый год она некоторых дата не стоит и еще есть версии type 1 есть версии type 10 вот type 10 по схемам я так быстренько гляну конкретно не вникал но на type 1 можно заказать вот этот шпиндель отдельно шпиндель отдельного там пружинка вот это вот штучка втулочка внутри пружинка все детали и отдельно она type 10 на схеме можно заказать сразу сборе шпиндель с этими всеми приблудами ладно смотрим вторых включается и выключается подозреваю что это все кнопка 3 нет видите отсутствует стоп это тоже выключать даже смотреть на но и по звуку надо смотреть там скорее всего и подшипники уже все по хорошему вообще во всех трех нужно поменять выключатель ротор статор и щетки тут четки не идут отдельно щетки идут сразу с такой обоймой и редуктора я думаю можно даже не открывать и не трогать ну можно конечно глянуть износ там посмотреть смазку поменять но вот это стандартная это все внутренности полностью на менять на новые узнаем конечно что это будет по ценам 4 это тоже выключатель потому что на средних оборотах он нормально ну когда не до конца нажимаешь все нормально крутится она максимальных начинает дергать там просто постирались дорожки вот у этого выключатель в порядке по идее ничего не написано вот отложим его как целый выключатель отсутствует стоп вскрываем смотрим этот будем думать что у него выключатель целый в этих у всех будем думать что поломаны выключатели а у этого надо смотреть потому что его собрали неправильно для того чтобы вскрыть нам нужно отверточка торкс у меня есть два варианта один торкс вот здесь на наборе вера есть еще такой набор здесь тоже есть торкс можно вставить шуруповерт как эту так естественно и и эту открывать будем и вольтам тут аккумулятор сел ну короче и тут довольно не помог поможет вера макитовский лежит в багажнике машине не охота идти короче давайте я сейчас все вскрою и будем по очереди их смотреть и так 48 винтов откручено давайте смотреть как обычно все усрано потому что их никто не открывает и не чистит и возможно и в работе не продувает да как я сказал собрал ли его неправильно давайте поставим нормально попробуем закрыть обратно интересный подшипник каким-то кольцом стопором это вот или пытались до выключать youtube походу скрывали он все сломано защелки кто-то пытался отремонтировать видимо безуспешно ну короче они его разобрали и собрали неправильно выключатели здесь сто процентов жопа поэтому мы выключатель извлекая не знаю с лампочкой без лампочки лампочка здесь меняется отдельно вот видите тут надо все это продувать чистить щёточки еще вроде бы нормально почистить магнит грязи ротор возможно здесь тоже целый подшипник сухой подшипник такой мы конечно же не найдем хотя хотя макиты можно найти отдельно заказать такие но они будут везут этого кольца то есть обычная посадка пойдут они сюда или нет не знаю по моему здесь специально такое колечко сделано естественно как бы подшипники то они не вечны везу которые пока открывают не буду смотрим второй Корпус в мойку. Раскладываем щетки, вообще новые. Подшипник сухой. Ротор вроде бы нормальный. Из-за мусора. Задевал. А это у них какая-то метка стоит. Краска. Ну как бы вроде бы все нормально. Снимать не буду. Проблема здесь у нас пока выключатель. Конечно везде желательно подшипники эти заменить. А в лучшем случае и сами ротора. Ну я не вижу перегрева здесь. Смотрим третий. Вот здесь почище. А здесь у нас что было. А ну во всех выключателях. Помню что во всех выключателей. В этом что-то щетка одна. едино больше. В этом что-то. Так. Надо запомнить. Получается вот эта часть где сплошная пластик. она идет сзади. А где есть отверстие стоит спереди. н-36-0-1-41. Сделано в Таиланде. Кнопочка. Все. 2020 год. 2020 год. Первое. 2020 год. То есть вы можете понять. На производстве. Кстати разные. Тут н-32-7906. А здесь н-36-0-1-41. Так. А это у нас. Тайп-10. А это Тайп-1. В разных. как бы моделях. А. Разные. Так. Здесь меня смутило. то что щетка одна. Такая. из заходная. Тайп-15. Разные. Шестьсот девянаста пять. Зайп-15. Подшипник. Подшипник. И HRBC. 6195 вроде написано открываем дальше 2020 год а у нас сейчас 22-й начало 22-го то есть они года не проработали и весь хваленый довод щетки хорошие форшебники девушек передней тоже надо везде менять двигатель вроде целый, что радует картина одинаковая девятнадцатый год ну, вот 홍ырь . wait! . И последний, в котором Вроде как выключатель целый Но опять же, если со всеми произошло то же самое, сколько проработает этот выключатель Я думаю недолго Сейчас посмотрим какого он года 2020 год Щетки нормальные Добавляем Что-то редуктор как-то будет Если во всех его взять, он утоплен То есть здесь почему-то редуктор открытый И не закрывается В этом как раз можно Просто надо редуктор собрать нормально И так давайте посмотрим Я предлагаю скрыть выключатель, который был разобран И я вам покажу Почему они ломаются По сути, по сути, здесь нужно поменять только вот эту часть Если бы они продаются отдельно Не знаю, я посмотрел Короче, вот эта вся часть полностью сборе Я не знаю Не знаю, оригинальная это или не оригинальная Но на алихе можно взять Ну, примерно там за пятерку Четыре-пять тысяч за пятерку У нас в интернетах есть 8-9 тысяч Ну, я могу взять там намного меньше, конечно Но там их мало, две штуки всего Короче, тысяч за 7 его можно продавать Если купить у нас здесь в России Вот и считайте Так, ладно, отключемся Вот, смотрите Вот здесь были дорожки Они просто стерлись По ним ездит Вот эта часть И я вам скажу Вы скажете, ну это типа гарантия А я вам скажу, что никакая это не гарантия Потому что есть вебинар Специально для сервисов Девольт Ну, обучающий вебинар Для сервисников Как делать диагностики Там все рассказано Как определять гарантия Не гарантия И там конкретно Даже заставляют Разбирать эти выключатели И фотографируют эту дорожку И как бы вы видите Дорожка полностью износилась Это означает Естественный износ То есть выключатель Отработал весь срок своей службы Вот и все И эти все три года Это как бы сказки Маркетинговый ход Как говорится Хоть три года Хоть десять лет Хоть пожизненную Давай гарантию Хоть сто лет Все равно Все поломки Они будут не гарантийные По истечении Там пары лет Это будет Естественный износ Все Обычные поломки Которые Являются браком А под гарантию Подпадает именно В основном Брат Она для этого и гарантия Это первый Месяц использования То есть если в первый месяц У вас что-то сломалось Это скорее всего гарантия 99% После двух Трех Пяти Десяти лет Какая может быть гарантия И там прямо четко Это такими же словами И сказано Вот тот пример Который я неоднократно Уже повторяю Инструменту Два с половиной года Клиент пришел С претензией на то Что у него Нестабильное включение Двигателя Двигатель работает рывками Либо переходит сразу На максимальные обороты Перед вами как раз И причина этого дефекта Причина банальная Как я уже сказал В том что Токоведущие пластины Выработали свой ресурс И соответственно В этом случае Замена этого выключателя Будет платным обслуживанием А не гарантийным дефектом Гарантийный дефект Если модуль управления Этого узла Вышел из строя Отказал По причине Собственно Плохой Сборки По причине Какой-то Неправильной коммутации Допущенной На производстве И как правило Из моего опыта Выходят Такие блоки В первые недели Месяцы Максимум эксплуатации Где мы меняем его По гарантии Производителя Никаких вопросов Здесь не задаем клиенту Извиняемся за то Что произошла Такая неприятность В инструментах И рекомендуем Дальше Выполнять Ежегодно Или регулярно Техническое обслуживание Продавать инструмент Очищать его Как это рекомендовано Производителям Поэтому в данном случае Я могу лишь Рекомендовать В тех случаях Где это возможно Использовать данные Собственно Условия нашей Презентации Показывать эти дефекты Клиентам И объяснять Почему этот случай Не относится Гарантии Производителя Ну и давайте Посмотрим Что внутри Редуктора Какой у нас Редуктор Был Раскрытый Вот он Почему то Он Не хочет Разбираться Опа Здесь Здесь Сверху Подшипник Походу Еще Внутри Подшипник Сложная Конструкция Сверху Нормальный А лучше Нутри внутри они нормально здесь просто посадка такая залетает во всех то есть видите как сделано любой ротор бери и он туда вот этот люк не подшипника ух ни хрена тут здесь сломан сломан у нас боек редуктор у нас стоит наверно это на посмотреть может доесть это штук по моему отдельно смотри износ то есть вроде нормально кстати на маките ни разу не видел что внутри ломалась но видел на здоровенных гигавертах вот ломается вот эта часть просто прямо здесь отламывается это на мощных на электрических аккумуляторных ни разу не видишь смазка такой нет ну и давайте наверно посмотрим все редуктора ну да им тут жопа гляньте износ какой удар слабенький уже дэвольт дэвольт я на маките ни разу не видел износ маките износ какой-то а ну и 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 обычно вообще всегда открывал вы делали обычно приносит втулка изнашивается корпус поменял передней все вижу ты хрен чем поменяю все только сборе я так понимаю это цена надеюсь вы понимаете какое-то говно хотя бы сколько вам ролика очень нужно снять здесь более-менее нормально кошки маску надо менять сухой капец такие дела ну что продолжаем короче я выбрал более-менее самые хорошие запчасти из всех я думаю один собрать то можно вроде бы как у нас один выключатель был рабочий правда я сейчас дома и дома у меня нет смазки поэтому я вот вытер все сейчас соберем это все без смазки просто послушать как он будет работать я выбрал ротор с самым более-менее нормальным подшипником без люфта и будем так 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 потом второпластовое колечко и корпус готово теперь шонарик можно сюда есть печь так эта часть по моему сюда да с отверстиями ближе к редуктору и здесь видите двери одна риска и две риски этой частью она была вот так сверху то есть вот эти вот получается сюда они и упирались как раз не крутится вот так раз щёточки надо двинять соединяем фонарик за ними я думаю это коручка вот вот так это прикально что должно функции оструEuro у него Поверчим. Код у меня на улицу просится. Реверс вставляем. Реверс вставляем. Что-то где-то надо гонять с реверсом. Реверс вставляем. Реверс вставляем. Реверс вставляем. Реверс вставляем. Пробуем закрывать. Чернышко. Закручиваем 4 винта. Почему 4? Потому что больше нам и не надо. Нам главное, чтобы зафиксировался двигатель. Кнопка не обязательно. Чтобы не было люфта. Где подшипник. Между ротором и магнитом. Чтобы не было касания. Проверяем. 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 Добавляем. Добавлю в него смазку. А с остальными. Сейчас посчитаю. Ребята. Владельцы Девольта. Запомните. Люди просто ходят. И тыкают эту кнопку. Теперь вы понимаете. что дрочить Девольтом. Это очень дорого. Добавляем. 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 Добавляем.